Дональд Трамп, который, как обычно, не лезет за словом в карман, вынужден объясняться за свои скандальные высказывания, но попутно заявляет, что менять свои манеры не собирается. Хилари Клинтон не упускает случая припомнить ему восхищение Владимиром Путином и намерение отказаться от защиты союзников по НАТО. Выступая на телеканале Fox, Клинтон заявила, что взгляды Трампа на Россию вызывают проблемы, относящиеся к национальной безопасности, и вопросы о темпераменте возможного главнокомандующего вооруженными силами США. Как мы знаем, Дональд Трамп продемонстрировал весьма тревожную готовность поддержать Путина, то заявляя, что НАТО не встанет на защиту союзников в случае агрессии, то говоря о снятии с российских чиновников санкций, которые были введены совместно США и Европейским Союзом в ответ на российскую агрессию в Крыму и в Украине. Трамп также не исключил возможности признания аннексии Крыма России. В интервью каналу ABC он сказал, что хочет быть практичным в этом вопросе. Если мы сможем наладить хорошие отношения с Россией, а Россия поможет нам избавиться от исламского государства, а здесь, насколько я понимаю, речь идет об огромном количестве денег и человеческих жизней, это будет очень хорошо. Кроме того, Трампу пришлось отвечать на критику американского мусульманина, чей сын погиб во время боевых действий в Ираке. В своем выступлении на съезде Демократической партии несколько дней назад Хизер Хан, иммигрант из Пакистана, заявил, что его семье никогда не разрешили бы переехать в США при иммиграционной политике Трампа. По словам Хана, за всю жизнь Трамп не принес жертву ничего и никого. В ответ Дональд Трамп сказал, что он принес очень много жертв, создавая тысячи рабочих мест. «Я считаю, что это тоже жертва», — добавил он. Попутно кандидат от республиканцев не применил отпустить замечание в адрес супруги Хана, которая выходила к микрофону вместе с мужем. «Посмотрите на его жену. Она стояла там и не принесла ни слова. Ей было нечего сказать. А может, ей просто не разрешили ничего говорить?» Ответ мусульманской женщины был гневным. «Меня переполняла боль, и эту боль чувствовала вся Америка». Комментируя заявление Трампа, Хиллари Клинтон усомнилась в нормальности своего соперника. «Если человек набрасывается на всех подряд, что-то здесь не так». Социологическая компания Morning Consult сообщила в воскресенье, что Клинтон готова поддержать 43% избирателей, в то время как Трампа 40%. Опросы также показали, что значительная доля избирателей, 17%, пока не определилась с выбором.